Радио 54 Первое областное радио Арт-коллаборация, чего только не будет Девятый год официальным городским координатором ночи является музей Новосибирска Ну а детали, детали об этом событии, об очередной акции Нам сейчас расскажет наш коллега, редактор телеканала ОТС Леш Кудинов, который уже в студии Радио 54 В прошлом году проект, который делали наши коллеги, телеканал ОТС Получил какую-то престижную премию Леш, расскажи, что это было Да, в прошлом году, если кто помнит, у нас была пандемия И все музеи, все площадки готовились к ночи музеев И мы вот так вот сидучи на работе за чаечком Придумали сделать телемарафон и вернуть людям ночь музеев Несмотря на пандемию Мы три с половиной часа в прямом эфире Ездили по закрытым, по темным музеям Ночевали в метро, там лазили по каким-то крышам, чердакам И, ну, это такой был проект, придуманный на коленке, сделанный И он неожиданно выигрывал конкурс фонда Потани на Эрмитаже Как лучший телепроект о культуре страны Просто был очень удивлен, когда в прошлую ночь музеев за 10 минут до прямого эфира Мы стоим с Ильей Михайловной Щукиной, директором музея Новосибирска И вот мы сейчас начинаем с прямого эфира И она такая говорит, а вот у нас есть призы какие-то там, значит, на розыгрыш Давайте разыграем Я понимаю, что делать, это не предусмотрено Дают свой телефон, мы задаем какие-то вопросы И в течение всего эфира мы начинаем задавать вопросы И у меня телефон разрывается И я понял, елки-палки, там люди смотрят Как много людей смотрят ночь музеев Что будет в этом году? Во сколько начало? Как это будет выглядеть? И чем будет отличаться? Если в прошлом году там по метро ночью А вот в этом году чем будем удивлять? Ну вот в прошлом году ночь музеев мы делали совместно с музеями То есть они предоставляли нам какой-то свой контент снят Да, вот, который они готовили заранее для онлайнов В этом году вот это будет только продукция телеканала ОТС Ух ты! И это раз, два, два Начинать мы планируем в эту же субботу В 20.45 примерно выйдем в эфир Ну, например, вы точно поедете? На какую локацию? Ну, например, мы точно поедем в Краевический музей Вчера мы об этом договорились В музей природы Это вот за ЦУМом Там такую интересную штучку придумали Где будут собирать выставку из того, что принесут люди Там ночь музеев посвящена путешествиям Которых мы сейчас лишены И путешествиям по миру Можно принести в музей какой-нибудь сувенир Магнитик из Таиланда Ну, лучше что-нибудь поинтереснее Да, какой-нибудь... Сушеного крокодила Вот, вот, вот Никто не знает, что люди принесут Все документируют Вот, как будто это принесли по-настоящему музей Этикеточка Все это поставить на выставку Вот И прямо в прямом эфире мы что-нибудь такое сделаем Ну, много куда поедем Ну, начинаем, получается, ну, послезавтра, в субботу В 20.45 И до скольки на телеканале УТС В прямом эфире можно будет всем этим наслаждаться Кто же знает В прошлом году мы продержались примерно 3,5 часа Ну, это серьезно Мы ездили по разным точкам, да И закончили где-то там на площади Ленина Украинского музея Наверное, где-то примерно такой хронометраж будет и в этот раз Вот Ну, это будет, так надо сказать честно, да То есть прямой эфир будет не 100% Где-то мы подготовили заранее, сняли рубрики Мы достали из хранения Кровического музея Каких-то страшных африканских башков Фетиши они называются Такие куклы Вуду из черного дерева Гвоздями забитые И мы про них тоже будем рассказывать И вот мы поговорили там с хранителем Говорят, ничего страшного Это все добрые ребята Они благословляют вашу ночь в музеях Ну, вот ночь в музеях 13 лет назад Начинается такая акция «Веселушечка» Да, где можно было прийти, посмотреть на разорванные помидоры Засунуть руку в аквариум с тараканами Там женщины полугулы связанные Вообще это был квест, когда люди перемещались между музеями в течение ночи Да, да Я уж хорошо это помню Что-то такое, а вот сейчас это все-таки более такая Ну, академическая, более такая строгая акция Ближе к музеям, скажем так Вот, и поэтому мне на самом деле Интересны такие не очень развлекушечные проекты Вот, в художественном музее мы ходили С главным садовником Новосибирска С фирусологом и с экономистом С ректором университета экономикой управления Нархоза Мы ходили по выставке, которая постоянно находится в музее И смотрели на картины под их специфическим таким углом То есть мы пытались увидеть что-то про вирусы в старых картинах полотна Говорили, могут ли вирусы сохраняться в раме картин Сколько они там живут Как Шишкин писал свои пейзажи Были ли у него ошибки Ошибки были у Шишкина И какие ошибки покажет телеканал ОТС Ну да, да, да Ну не сильно большой вообще Шишкин супермолодец По нему можно и учат, даже по нему студентов Вот И вот под таким углом необычным проводятся экскурсии в художественном музее Они будут в реальности Но мы их заранее записали Я очень рад, что главный редактор телеканала Дмитрий Иванов Он сходил в дом Ленина в коммерческой филармонии И вот весь его облазил И там под сценой побывал И на балкон на Красный проспект вышел Расскажет нам Нашел, что искал? Ну Ленина не нашел Но вот кирпичи знаменитые, на которые скидывались Да, да, да История известная новость Катя Стывко наша, она вот в Дельфинарии побывала Там я знаю, что ей белухи нарисовали картинам И даже там разыгрывать их, по-моему, были Ух ты, ух ты, ух ты То есть даже можно будет что-то выиграть во время прямого эфира? Да, да, да Что из точно гарантированного будет разыграно во время прямого эфира? Ну вот мы с филармонией договорились о том, что это будут билеты на какие-то хорошие концерты Здорово Это будут от художественного музея, там и футболочка, насколько я помню, тоже билеты Собственно, картину белухи мы планируем разыграть Еще там делали какие-то волшебные магические свечи Будет мастер-класс в эфире, как их изготавливать Ну эту свечу мы, наверное, разыграем Я думаю, есть любители У кого, например, не будет возможности посмотреть вот просто классический телеканал УТС по телевизору? Это же будет все в интернете еще транслироваться, правильно? Да, да, да Это очень удобно На официальном YouTube-канале УТС мы вот несколько месяцев назад прям начали очень серьезно его развивать И там много трансляций, и вот, конечно, мы будем стараться зацепить сигнал Ну, на даче кто-нибудь сидит, самоварчик поставил, шапочки жарит, включу на YouTube-чике УТС, красота Вообще, на самом деле, лучше всего сочетать, потому что, когда ты приходишь в музей, ты имеешь возможность пообщаться с музейным предметом И в этом магия Вот оно там, кресло, на котором сидел кто-нибудь, маршал Жуков, да А потом ты можешь включить и посмотреть какую-то подобную экскурсию, ту же самую экскурсию онлайн, и лучше все рассмотреть То есть, в чем преимущество видеоверсии Ночи музеев? То, что тебе одному, ну, благодаря нам, например, да, директор музея расскажет о шаманском бубне И никто не будет мешать, толкать тебя локтями и так далее Вот, лучше сочетать живое посещение музея и не живое, и такое, онлайн, да? Ну да, не живое, да 20.45, телеканал УТС, в эту субботу, начиная освещение с Ночи музеев Там будут экскурсии, там будут мастер-классы, рассказы про какие-то артефакты музейные Мы поедем по разным музеям и не музеям, филармонии обязательно тоже попадем, потому что там дом Ленина Это будет целый огромный экспонат этой Ночи музеев Будем разыгрывать подарки Если вы решите вживую сходить на Ночи музеев, тоже хорошо Потому что вы сможете посмотреть потом запись на нашем канале Вот, кстати, ключевое, потом будет какое-то итоговое видео, которое можно будет рассмотреть Ну тем более для себя можно выбрать какую-то интересную локацию, да? Сходить туда живьем, а все остальное увидеть уже... Можно вживую, на чем-то лететь, в смысле по телевизору, а потом подумать, ох, клево, и поеду к ней, и успею И поехать туда Вот такие планы на ближайшие выходные, друзья Алексей Кудинов, редактор телеканала УТС, был с нами сегодня Радио 54 Первое. Областное радио